Презентация книги «Волшебная Абхазия» состоялась в конференц-зале Национальной библиотеки имени Папаскир. Директор библиотеки Борис Чолария отметил, что это отличное издание для туристов, посещающих Абхазию. Быстренько открыть и какую-то информацию получить. И причем он его сгруппировал по районам. Сначала всю историю Абхазии, а потом по районам, по разделам. Автор книги Патико Алан – известный в Абхазии агроном, профессор, ученый и педагог. Его перу принадлежат более 70 научных работ в сфере сельского хозяйства. Отметив 80-летний юбилей, Патико Алан решил написать свою первую книгу об истории и культуре Абхазии. Моя идея в этом заключалась не просто написать абхазскую действительность и абхазские сказки, рассказы. Нет. Я решил все-таки написать, если бы мне удалось, написать, как об Абхазии отзывались большие писатели, большие люди, которые приезжали со всего мира, и в том числе России. То есть вот эта дружба, вот это вот, когда говорят, чудный край, это бесподобный край Айрион. Вот я оттуда решил, и я их в основном там описываю. Волшебная Абхазия не вышла бы в тираж, если бы не помощь и поддержка давнего приятеля Патико Алан, российского писателя и журналиста Михаила Федорова. Однажды влюбившись в страну души, Михаил Федоров написал несколько книг о героях Отечественной войны народа Абхазии. Когда ученый обратился с просьбой помочь в издании своей собственной книги, Михаил Федоров с энтузиазмом включился в процесс. Мы ее делали для русского туриста. Совмещение зрительного ряда и звукового ряда, с точки зрения читабельного. Когда ты посмотрел фотографию Агубедия, да, сразу текст. Посмотрел, вот, например, помните, этот поднятый памятник с изображением женщины, да, пожалуйста, и текст пошел. То есть вот такая, есть там, например, там Шинкуба, стих и все пошло. То есть вот такую вещь мы делали. Она разделена на блоки, вы видите, по районам, то есть чтобы простой русский читатель посмотрел. Ну, форестовый вид, да, специально первые храмы открывают, специально сделаны храмы, чтобы подтянуть. Во, смотри, Вилор, поезжайте, во, Агубедия, во, Моквар, во, Аписунда. Понятно, да, то есть сразу такие точки, которые цепляют. Патико Алан не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшее время он планирует приступить к написанию книги о сельском хозяйстве, обобщающей все знания, накопленные профессором за долгие годы научной деятельности. Надежда Боровикова, Рамо Камке, Абаза ТВ.